друзья приветствую вас это утренний обзор курс доллара курс рубля курс евро основные индексы нефть и так далее давайте посмотрим что там происходит и какое сегодня будет открытие так но в плане событий сегодня не густо все-таки июль месяц еще находится в отдыхе кто в отдыхе ах в прострации так но китайский индекс торгуется в районе открытия то есть там приблизительно около нуля какие-то доли процента плюс но здесь судя по форме и по динамике движения видно что вот этот отскок по сути это отскок дохлой кошки он уже выдохся потому как если бы здесь была энергия то соответственно мы сегодня увидели бы рост и дальнейшее движение наверх но здесь судя по всему уже все то есть пошли вниз корректирующий отскок и дальше скорее всего он но в лучшем случае будет проторговки находиться а вообще как бы судя по тому как вот это все движение построено скорее всего пойдет вот сюда ну и соответственно это будет негативно на рынке влиять конечно остается еще шанс с тем что новости по вакцине они будут вытягивать рынки мировые но тем не менее по китаю я думаю высока вероятность того что вот он сюда куда-то пойдет лишь либо проторговка либо уход вниз ну а пока сегодня около 0 болтается так на китайский юань вроде бы пока держится в районе дна особых движений наверх нету но я все-таки думаю что вот этот барьер навряд ли он преодолеет скорее все-таки здесь после проторговки он начнет расти соответственно если этот барьер он пробивает это означает укрепление юаня против доллара вот я думаю все таки больше вероятно то что здесь вот эта проторговка она выльется в рост доллара против юаня так но на фоне позитивных новостей которые выходят о разработке вакцин индекс страха викс вот он как бы опять замер про торговки но тем не менее он ключевые уровни которые бы указаны на то что ситуация будет стабилизироваться еще хорошо не пробивает то есть вот он сейчас пока держится в этом диапазоне здесь судя по всему разворотная формация сейчас рисуется и я думаю все-таки больше вероятность того что он пойдет наверх но если конечно только не объявит на этой неделе что наконец-то разработали вакцину которую запускает в производстве которые всех вылечит тогда конечно же он пойдет на 21 может быть на 15 так ну вот snp вчера он пробил вот эту проторговку которая у него находилась в районе 3230 и закрепился то есть вот сейчас он удерживает эту позицию и открывает вся возможность движения сначала на 3365 и потом соответственно пробитие исторического х и и уход наверх вот ну судя по тому как сейчас все происходит вот эти новости по поводу там каких-то новых вакцин и так далее я думаю этими новостями будут заталкивать на исторический переход но тогда конечно и викс может припасть но все-таки я думаю викс наверно ниже 25 не пойдет и это подтверждает что ситуация в целом неустойчиво и в любой момент может произойти разворот опять же вот динамика этого движения и постоянно как только начинается какие-то колебания торможения сразу подбрасывать новости про вакцины и все тур 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 начинает расти вот и поэтому все таки я думаю его куда-то сюда вот дотолкают на перехай сходим возможно даже крамер прав что до 28 июля заведут на перехай а потом как бы все это дело на втором тарары полетит на этот счет вчера голосование проводили то есть кто как видит когда произойдет обвал и в общем то большинство склоняется к тому что обвал произойдет после выборов в сша кстати я тоже так считаю что наверное все таки до выборов сша будут натягивать как угодно но тем не менее есть 28 июля когда джим крамер сказал что 28 июля там заканчивается выплаты защитные и скорее всего их не будут пролонгировать и на фоне всего этого после 28 июля рынок сложится и уйдет сильно вниз но я пока в такой сценарии считаю что он маловероятен то есть он конечно может быть но вероятность его невелика потому как думаю я что если бы рынок сложился вот такое количество новостей про изобретение вакцины не выпускали поэтому сейчас вполне позитивный взгляд на рост американского индекса нас он будет немножко подтягивать но здесь вот ключевой момент может быть откат цель этого отката на 3215 главное чтобы не пробил 3200 не закрепился если он пробивает и закрепляется то здесь коричью разворотной информации уходит вниз здесь вот на самом деле вот он должен был вот здесь развернуться но что-то пошло не так его начали тянуть наверх на что здесь все вот эта информация она указана на то что высока вероятность того что он ну как минимум должен глухую проторговку отсюда уйти ну и вот наблюдая такие вещи волей-неволей поверишь манипуляция рынков кем-то сверху так далее по нефти но нефть она остается в этом боковике то есть здесь ситуация следующая насколько я представляю мы вплотную подошли к той линии когда начинается если мы переходим возможно значительной активации добычи сланца сланцевой нефти в америке и вот данный фактор он не сдерживает то что мы стоим на уровне 43 44 никак на 45 не переходим так но позиции по фьючерсам на форте что у нас здесь ожидания по нефти по нефти у нас ожидания на 50 на 50 видите на текущий момент на текущий день у юриков и лангов и шартов открыто одинаковое количество в целом как бы коротких позиций у них значительно больше у юриков открыто чем длинных но здесь я думаю сказывается фактор того что сидит волшебный физик в лангах по нефти и поэтому вот эти позиции они по сути равновесные что 94000 так на по нефти у нас сегодня судя по всему будет продолжение боковика боковик в диапазоне от этого значения и до этого значения выше 44 не пускает видео с немножко не доходит и и вроде бы двойную вершину не рисуете в то же время не пробивает но с другой стороны здесь идет поджатие вот это поджать я думаю на ближайшее время приведет тому что здесь будет пробой и может быть какой-то задерк наверх задерк наверх может быть и будет но потом я думаю она начнет падать так ну и часовик вот здесь сейчас с утра либо пробой вот этого диапазона если его пробой происходит то мы пойдем тестировать 43 85 вот этот локальный хай если же мы сейчас его не пробиваем отсюда у нас происходит отбой то мы идем вот сюда вот в этот диапазон чик отсюда и до вот этого сильного уровня ну и пробитие здесь 43 08 придет тому что пойдет повторное снижение вот сюда вот в этот диапазон сейчас как бы больше на ум приходит что будет пробой вот этой верхней границы какой-то вялый вялый такой рост ну куда-то сюда вот или сюда вот но по идее то есть раз движение пошло его должны до какой-то логической точки привести потом колебательный контур пойдет вниз так друзья далее индекс доллара сегодня очень интересный день я думаю даже возможно станет судьбоносным и заключается в том что мы пробили вот это двойное дно далее здесь по сценарию либо пойдет рост объема торгов и дальнейшее снижение до целей которые мы сейчас с вами посмотрим или же вот эта ситуация она придет тому что он очень быстро вернется в этот диапазон и отсюда же пойдет его достаточно энергичный рост вот поэтому сегодня наконец-то выполнили вот эту цель пимпочку эту пробили вот и соответственно здесь либо сегодня развивается движение вниз на объемах или же он начнет затягиваться в этот диапазон он может здесь какое-то время потом поторговаться но все равно если он сейчас не пойдет на пробой высока вероятность того что в самые ближайшие дни он отсюда пойдет на рост и соответственно первая цель движения вот эта линия потом сюда дальше посмотрим но здесь ситуация конечно двоякая потому что резкий рост индекса доллара это кризисное явление в июле никогда подобного трэша не было но мы с вами помню в марте тоже не было кризисов тем не менее что было в марте этого года поэтому здесь в общем то может быть крамер в его словах есть доли истины хотя с точки зрения ретроспективных данных не в это не верится что 28 июля лист 28 июля все начнут сыпаться но опять же сейчас вот во многом все зависит от индекса доллара если вот он пробивает вот этот перехали перевод делает и уходит дальше соответственно у него цель движения это 95 16 и потом тестирование второго пивы переводе который 90 94 63 вот если картина таким образом развивается то все будет спокойно в датском королевстве мы увидим хороший рост хорошие ралли вот может быть даже в августе и не тряханет вот но тем не менее вот текущая картина она общем-то достаточно критическая я бы даже сказал она судьбоносная вот в течение этих нескольких дней но здесь еще такой момент интересный вот если мы продолжаем движение вниз по нему и происходит пробой 95 и 24 вот этого значения и он здесь закрепляется по отсюда может развиться очень сильное ослабление индекса доллара очень сильно то здесь как бы сразу на ум приходит но понятное дело движение вот сюда вот но она я думаю быстро очень будет пробита и конечная цель движения у него будет движение на 90 то что было в апреле 2018 года и потом даже возможно на 88 1 так что вот эти дни как это не странно то что середина лета жара и в общем-то по индексу доллара разыгрываются такие страсти но вот четырех часовик рисует что по сути все лафа кончилось и если мы закрепляемся сегодня выше этого значения сегодня завтра и начинаем здесь торговаться то по сути получается в любой момент отсюда может развиться очень сильное движение вверх рост индекса доллара и это пройдет тому что основные валюты начнут падать против доллара но опять же об этом прямо так вот нагнетать и упорно говорить пока еще рано я считаю давайте посмотрим как сегодня закроется индекс доллара если действительно пойдет рост и причем здесь будет рост объемов то высока вероятность того что самое ближайшее время мы можем увидеть развитие негативного сценария причем смотрите здесь какой может быть вариант даже сейчас вот если он начнет расти пока могут фондовые рынки придержать на хаях и может быть даже дадут сходить и сын пи на перехать но тем не менее то есть вот он будет постепенно расти до конца июля до начала августа потом может наступить три шаг так что если сейчас пойдет рост индекса доллара и закрепление в этом диапазоне возможно джим крамер насчет 28 июля и прав так друзья далее в джебе и российский индексов и зену вот он находится в проторговке ну скорее всего этой проторговки он сегодня и завтра будет находиться тоже завтра среда и размещению фазе может быть он чуть-чуть вырастет вот но пока здесь я думаю нисходящий тренд по нему не сломан он перешел в проторговку но говорить о том что все хорошо и нисходящий тренд сломан можно будет только в том случае если будет пробита 156 9 такое движение она скорее всего будет соотноситься с тем что индекс доллара провалился вниз и тогда как будут это пиршество эйфория будет продолжаться так нефть в рублях критерий наполнения российского бюджета но пока видите вот держим держат на границе не дают там пока вверх не пускают я думаю это вопрос времени вот либо в августе либо в сентябре пойдем 4 тысячи так далее рубль-доллар ездит умору один момент так но у нас здесь полный баланс по лангам и шортам и юридических лиц открытых накануне конечно то есть перспективе шортов у них большего на самом деле здесь не так все однозначно то есть вот по рубль-доллар далеко не всегда когда у юриков в общем-то открыты больше значительно шартов чем лангов это говорит о том что рубль будет укрепляться и так возвращаясь к рубль-доллар но вчера мы укреплялись здесь как бы ну вполне очевидно что когда идет такой риск он то укрепление вполне как бы допустимо помимо всего прочего поступает информация о том что рубли собирает крупные компании для выплаты дивидендов в начале августа но тем не менее видите вот это укрепление рубля но прошло на не очень больших объемах они меньше средних так вот по 4 часы у нас есть сильная поддержка на в районе 71 20 вот если это значение будет пробита ну точнее даже возьмем диапазон 71 и 271 и один то здесь коричью разовьется движение вниз и цель этого движения будет отработка 70 с половиной 76 за сильный уровень у него проходит так мы по часовику вот здесь в общем-то шло поджатие то есть это поджатие которое говорит о том что здесь локальный уровень проходит и пробой вот этого уровня 71 и 3 приведет сначала к просадке цель которой сходить на 71 14 71 и 2 и случае дальнейшего пробоя 71 07 пойдем вот сюда вот в этот диапазон но отсюда мои ожидания на утро следующие вот если мы пробиваем вот этот диапазон на растущих объемов то сразу идет движение вот сюда здесь скорее всего он будет собираться и отсюда потом пойдет отскок вверх рост доллара вероятность того что будет пробит 71 171 05 она конечно есть я думаю она небольшая если все-таки это происходит по мы уходим вот сюда вот на 70 91 и далее если все-таки пробиваем 70 запятая 78 то развивается движение на 75 76 вот сюда вот в этот диапазон вероятность такого сценария с моей точки зрения не очень велика либо вот отсюда сейчас будет рост доллара либо если вот этот диапазон пробиваем то будет уход вот сюда вот и здесь после накопления разворот и укрепления доллара вероятность того что пойдет движение далее вниз то есть рубль будет укрепляться еще сильнее выше сильнее чем 70 90 70 и 8 я думаю не очень большая для того чтобы это произошло должна нефть пробить 45 и там закрепиться тогда да мы увидим движение на 69 теперь пока с утра я думаю либо попытка тестировать пробить вот этот уровень и потом соответственно откат вверх сначала сюда потом сюда либо если его пробиваем уход сюда и потом отсюда возврат и рост доллара так далее евро доллару евро бакс посмотрите вот вообще как бы ракета вот должны это значение пощупать потом даже сходить наверное судя по динамике движения но вот как это все здесь развивается на каких объемах но его по логике должны вот на 117 потащить а может быть даже на 1 22 вот но опять же сейчас посмотрим что там будет с индексом доллара происходить потому что индекс доллара это все-таки такая взвешенная величина то есть позиция крупнейших но основных скажем так резервных валют против доллара в зависимости от того как там будет протекать процесс евро конечно имеет больший вес но тем не менее то есть вот если индекс доллара все-таки пойдет вниз то тогда мы по евро увидим и 117 возможно даже 123 так мы по дневному таймфрейм у нас идет рост на 45 градусов практически растущий тренд можно сказать что этот рост будет сломлен если пойдет пробить и вот этого значения если она на объеме пробивается то скорее всего весь этот тренд будет сломан и пойдет при поэтапная просадка вот по этим торговым диапазоном так на что касается сегодняшнего утра здесь судя по всему сейчас будет отскок наверх первая цель этого отскока она находится на 1 целое 1457 в том случае если здесь закрепляется начинается проторговку он пойдет дальше тестировать 1 целый 1470 потом она целых 96 и выше если все-таки мы увидим пробой вот этого диапазона с утра то тогда может развиться более сильная корректировка которая уведет сначала вот на это значение потом тестирует сильный уровень пока нет пробоя вот этого сильного уровня на объеме скорее всего будут выкупать и продолжать двигаться вверх по евро доллару так далее евро рубль но здесь поднявка может сложиться впечатление разворота и укрепления рубля к евро но я думаю это сейчас маловероятно по крайней мере хотя бы 83 надо было добить потому как сейчас как бы еще я думаю говорить о каком-то существенном укреплении пока на мой взгляд рано но и по четырех часовику у нас получается евро рубль разворотная формация и соответственно если у нас в первой плане дня не будет пробить и вот этого диапазона то мы отсюда будем отскакивать и цель движения у нас будет находиться вот здесь вот в этом диапазоне будем стремиться сходить и по 10 вот этот перехать в том случае если все-таки пробиваем вот это значение то пойдет возврат вот в этот диапазон и здесь какое-то время будет торговаться пока не пойдет корректирующий отскок наверх и укрепление евро в том случае если здесь будет пробой вот этого диапазона по евро скорее всего к рублю посыпется и мы увидим движение на 80 ну и часовик здесь указывает на то что все-таки более вероятно движение вверх то есть критерий того что это движение вверх с целью 82 и 2 и потом 82 и 5 не произойдет это пробитие вот этого диапазона значения если с утра идем сюда и прокалываем и здесь закрепляемся то потом пойдем вот сюда под сильный уровень торговаться вот если такого не произойдет то отсюда и потянут и цель движения будет но первое может быть вот здесь 8199 но перспективе вот сюда вот в этот диапазон его загнать вот судя по технической картине здесь более вероятен рост евро против рубля сегодня на утро ну и про стопы разумеется помню все спасибо за внимание